Коский метрополитен Коский метрополитен Коский метрополитен Важно понимать, что за исправностью инфраструктуры метрополитен стоит очень строго. Во время ночных окон, когда приостанавливается пассажирское движение и снимается напряжение с контактного рельса, на службу заступают обходчики пути и монтеры. Благодаря специальным приборам специалисты проверяют состояние рельса и в случае чего производят необходимый ремонт. За ночь один обходчик обследует примерно 3 км пути. Однако, для того, чтобы выиграть скорость и не потеряв при этом в качестве, требуется очень серьезное техническое оснащение. Эта идея легла в основу создания уникальных диагностических комплексов лаборатории серии Synergy, в которых разместились все необходимые приборы для диагностики состояния путевого хозяйства. В 2013 году состоялся первый рабочий выезд диагностического вагона Synergy 1. Позже, в 2015 году, был запущен в эксплуатацию диагностический комплекс второго поколения Synergy 2. Помимо Synergy, в Метрополитене курсирует служебный состав, состоящий из вагонов серии ЕЖ-3, путиизмеритель. В его составности до сих пор можно встретить два немодернизированных вагона. Предназначается для контроля состояния рельсового пути и контактного рельса, а также систем СЦБ. Все эти составы приписаны к депо «Красная пресня». Более подробно о данных составах можно узнать вот в этом видеоролике. Встретить такие составы можно днем, в промежуточном интервале между часами пик. Также во время ночного окна для поддержания чистоты в туннелях метро используются мотовозы с прицепными вагонами, на которых устанавливаются специальные устройства. Влажная уборка происходит с помощью промывочного и зумфового агрегатов. То есть, двигаясь по туннелю и направляя воду под давлением, промывочный агрегат очищает туннель и предотвращает скопление грязи и пыли на путях и стенах. Ну и с помощью мотовозов ночью могут перевозиться необходимые предметы, запчасти и так далее из одного депо в другое или от станции к станции. Помимо спецсоставов в московском метрополитене также можно встретить обкатки или перегонки. Обкатки чаще всего проходят новые составы, когда они только что пришли с завода и им необходимо накатать какое-то количество километров для того, чтобы понять, есть ли какие-то неисправности и вообще приспособить состав к работе на линии. Также обкатку проходит состав, который недавно прошел ремонт в каких-либо депо, его вернули на линию, ему необходимо пройти обкатку для, опять же, проверки систем. Помимо обкаток в московском метрополитене также можно встретить и перегонки. Они необходимы, например, для проведения ремонта, то есть в каких-то депо может не быть цехов для ремонта и состав перегоняется в другое депо для проведения ремонта. Также перегонки осуществляются между линиями для передачи состава с одной линии на другую. Так было, например, на большой кольцевой линии, когда на нее передавали составы с Калужской реческой линии. Также перегонкам подвергаются уже списанные составы, например, их перегоняют на хранение в Руднево или же на порезку в Митина. Перегонки, как и обкатки, осуществляются в строго определенное время. Например, в дневное время это вне часа пик с 10.30 до 16.00, а в вечернее время тоже вне пиковое время после 22 или даже 23.00. Это необходимо для того, чтобы не увеличивать интервалы в пиковое время и пассажиропоток более равномерно распределялся по метрополитену и ему не мешали никакие перегонки, обкатки и все подобное. Всем привет! Я Миша, автор канала Minds. И сегодня я вам расскажу об очень интересном виде перегонки составов в московском метрополитене. Но для этого нам нужно будет проехаться немножечко на юг Москвы. Вот Осколинья, уникальная своего рода линия метро, которая мало того, что проходит по эстакаде над землей, так еще эта линия не имеет своего личного депо. Тогда зададимся вопросом. Вот Русич, перевозят пассажиров. А где он тогда будет оставивать ночные окна и в каком депо будет осуживаться? Правильно! В электродепо Варшавское, которое находится за моей спиной. Заезд производится по первому пути на перегоне Южная-Чертановской, Сирпуховско-Тимирядевской линии. Такое явление можно увидеть довольно-таки часто. Ведь они в течение всех суток перегоняются с электродепо Варшавской на Бутовскую линию. С таким же явлением в ближайшие годы будет и Троицкая линия, которая совсем скоро откроется. Ее будет обеспечивать составами электродепо Замоскворецкой, которая обслуживает Большую Кольцевую линию. Всем привет! Наверняка вам очень интересно узнать, как новые поезда метрополитена попадают с заводов в депо. Поезда метрополитена для российских городов, в том числе и для Москвы, строятся в основном на заводе метровагон МАШ в подмосковных мытищах. Так как же они попадают в депо? А для этого есть специальные служебные соединительные ветви, которые соединяют железнодорожные станции с депо метрополитена. Они же гейты. Ха! Гейт! Например, на станции Красный Балтиец есть гейт в депо Сокол. А на станции Солнечное есть вет в депо Солнцево. А здесь, на станции Южный Порт, есть гейт в депо Печатники. Правда, сейчас активно используется только Солнцевское ветви. Так какой же путь поезда метро проделают с завода? Сначала они выкатываются на станцию Мытища, далее едут на станцию Лосиностровская, откуда по Московскому центральному кольцу попадают на Киевский вокзал. На Киевском вокзале поезд стоит в ожидании, когда депо Солнца сможет ее принять. И по готовности депо отправляется на станцию Солнечное, чтобы по соединительной ветви попасть в депо. Далее поезда проходят обкатку, наладку и все такое прочее. После чего уже по путям метрополитена отправляются в депо приписки и начинается их эксплуатация. Надеюсь, сейчас вы узнали что-нибудь интересное. Сегодня мы с вами познакомились с немного другой стороной метрополитена, которая не всегда бывает замечена обычными пассажирами. Если сюжет вам понравился, то не забывайте поддерживать его пальцем вверх, писать ваши комментарии, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где выходят новости про транспорт, анонсы и сюжеты, которые никогда не появятся здесь. С вами был Лариса Григорианс, канал Метро Жизнь. До скорой встречи. Пока!